Это же раскраска, в интернетной версии, как оно выглядит по-другому. Праздничный. Здесь же 297 комментариев. Толкование святых отцов. Не мое. Нет. Но комментарий я даю по благословению епископа. Здесь все это написано. Сейчас, где-то на самом начале. Минуточку еще. Вот. Смотрите, Слово Божие. Хорошо, все понятно. Вот эти книги подарены Лукашенко в подарок. И Путину, и Медведю. И епископом. Патриарху Кириллу. А вот это разрешите. Они называются открытым оком. Это 24-й оком. Все разного цвета. Легко брать. Боже, как вы хорошо это сдали. Да. Но у нас на Алтае так неизойдет. Это в горном Алтае такая. Видите, как в горном Алтае. Это взято открытым оком. Видите, как кавычки. А я делаю срочку не ниже, а выше. Как бы искусственно поднимаю голову. Ну поднимите мне голову. Ну задумайтесь обоих. Он сына за нас отдал, Иисуса Христа. Ну разве можно жить своим духом? Надо, чтобы Дух Святой руководил на высшие подвиги. Очень интересно. Большое спасибо. Интересные, полезные. А вот это вот как раз беседа с Александром Мелином. 20-й том. Вот здесь наша беседа отдельная. А это у меня сейчас фотография. Это я в занятии иду в университете. Это мой брат священник. И в церкви самое трудное мне далась. Вот, вот. Спрашивает, как назвать. Можно назвать этот отдел во свете Библии или открытым оком. Вот оно прям в прямой строчке открытым оком. Вот у нас в путь попала дорога. Ничего страшного. Вот самая трудная далась мне симфония. Она на 11 неканонических книг по одному слову, как найти любое предложение. А, так это у вас как алфавитно-довременный указатель, да? Как по-мирскому. Вот, который отдал бумагу. Если на ней там каких-то книг нет, уже кончились. Так просто выщикните стихи. Хорошо. Сейчас я покажу. Минутку. А вот это приподнимите. Я достану ее. Кажется, это она. Ну да. Вот. Сейчас я покажу. Это... Так, похожий на потом, ребят. 26-й. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по совершенно определенной тематике. Сейчас я покажу даже сами поэты. Вот. Очень интересно. Очень интересно. Вот мне вопрос задают. Допустим, в университете студенты. Я отвечаю на каждый вопрос 6 поэтов из разной эпохи. А после каждого поэта выдержка из Библии. Что на эту конкретно тему? Ну, коже, что интересно. Без недели, что шинка, конечно, не создать бы. Главный, второй материал я у него взял. Да. Любая книга вот сегодня... Послушайте, у нас есть церковно-приходская школа. Мы иногда вместе работаем, проводим мероприятия. Мы обязательно сделаем презентацию ваших книг. Так. Вот сейчас по скайпу работаю. В сентябре я буду там. Телефоны здесь есть. Сейчас звонить бесполезно. Но мы даже не берем, потому что деньги снимают. Это можно встречать с читателями встречу. Да, по скайп-конференции. На сайте у вас здесь 50 книг, моим голосом насчитанных, книги в мире нет. Это Библия. Можете скачать. Архипелаг Гулаг. 12 томов Златоуста. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добрата Людбе. Серафима Саровского. Игнатия Брянчанинова. Этого нигде больше нет. Ну, я вас смею заверить, что мы не просто их читателям покажем, мы еще их обязательно презентуем. Спасибо, Христос. Сегодня понимаешь, что издать книги просто невозможно. Нереально. Где, говорит, помощь? Вот посмотрите, кто помогает. Это задействован Сбербанк России. Кто понимает, разные тут президенты компании. Вот это вот отдельный трехтурник сегодня, это 75 евро. Вот это все 750. И мы проехали это примерно уже 330 мест. Дошли до Владивостока. Прошли Польшу, Чехию. Ну, вы прям подвиг подвижнический совершаете. Ну, так, вы когда зайдете, там будет в интернете написано Великое путешествие Игнатия Латпина. Но мы это держим как обыкновенное, потому что любовь Божия. Я в 23 года, до этого я верил в Бог, что есть. Но Библии в руки не держал. И после службы в армии Господь дал мне Библию через людей. И я сознательно покаялся. Я понял, что за меня умер Христос. Моя жизнь мне не принадлежит. И с тех пор началась полоса. Ну, это просто колоссальная работа. Ну, понятно, что... Это сколько лет всего вы над этим работаете? Ну, да. Сколько лет работаете над этим? Как материал собирать, это 50 лет ушло время. Ну, видно, что это результат громаднейший работы. Что вы учтите? Смотрите, я покажу сейчас, что набор делал сам. Боже! И компьютерную верстку сам. Мне с 4 года. То есть вы все сами оставили? А то для молодых, чтобы никогда не стонали, в любой ситуации начинаем молиться, главное это молитва. Мы день начинаем с молитвы. И Бог благословит. Мы счастливы тем, что Бог дал нам веру христианскую. Я вот когда людям рассказываю, ну, это невероятно. Ну, каждому поверь, да, воздаются. Это Бог. Когда Дух Святой побуждает человека, слышать голос Божий, не голос слышать, а через совесть. По-другому нельзя жить. За меня Сын Божий умер, я себе не принадлежу, я не имею права делать то, что люди делают. Я не могу думать так, как они думают. Это мой Бог, который дал коротенькую жизнь, чтобы нам обожить все, как говорится, здесь, и быть годными для вечности. Это все вы найдете здесь. Вот здесь, в книгах, 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, работа, семейные отношения, будущее, судьбы, мира. Все абсолютно здесь есть. Спасибо. Если будут с библиотеками что-то у вас, какие-то перетрубации, только книги сохраните. По одной кому-то раздавайте. Нет, ни в коем случае. Мы, во-первых, их поставим на учет инвентарный номер. Это метр сорок, полка. Эти книги, они, сегодня кто считает, они на столетие или больше опередили события. Они никому не угождают. Я легжу повыше голову. Так сказал Господь Бог в пророческом духе. Пришлось за это тюрьмами заплатить, а пяти тюрьмах отбывал. Меня 26 лет мучили, только в таких листах не выскажу. Но Господь выгол. И высеяла правда, как Достоевский говорит. Сегодня архиерею берут, вот есть здесь это письмо о православии. Говорят, она сольная книга для священнослужителей. Раз книги говорят обнаженной правдой, по-божески, у них много врагов и много друзей. Это всегда. Если все одобряют, Христос говорит, горе вам, когда все будут говорить хорошо. Конечно, это хорошо. У меня нормально, кишечник работает, меня хвалят. А тут со всех сторон тебя давят. Но зато, я знаю, проходит время, и люди приходят со слезами. А нас натравливали против. Да забыть, как если наклевать, да забыть. Давайте работать для Бога. Дикующие песни «Воспеть Богу в Духе Святом Аллилуйя». Вот здесь 3467 моих стихотворений. Обязательно пересмотрим. А, конечно, игла, игла в Большой Бойку, Игнатия Лаптис. Притом, знаете, я сейчас покажу быстро, нам и торопимся, и охота показать. Необычное еще написание стихов следующее. Вот, каждое стихотворение 9 куплетов. А это 36 строчек. И напротив каждой строчки указано место Библии, откуда взята мысль. Ну, мы обязательно все посмотрим. Вот открыть наше место Библии и увидеть, как астрополируется событие на сегодняшний день, и конкретно к считающему. Она с двойным таким переходом идет. Некоторые считают, у них, говорят, волосенки поднимаются. Говорят, это как же? Это Бог дает, я на молитве получаю это. Здесь нет темы, которую Бог не открыл. И во всем любовь к Богу, Бог есть любовь. И эту любовь Божию мы хотим вознести всему миру. Как Бог нас любит. Как долго терпит. Вот это, что у нас два народа. Единый он был народ. Русских, украинцев пытаются неделю стравить. Это богохульство. Мы единые. Киев, мать всем городам русским. Как нас от нее отделять? Мы приехали, там, национальная библиотека в Киеве. Как будто рано их ждали. Да. Ну, какая там... Как ее звать-то? Татьяна Дмитриевна. Валентина Дмитриевна. Вы знаете. И в Гарькове, где были. Там парламентская библиотека. Очень встречает хорошо. Потому что это верующие. Вот самая плохая обстановка в Германии. Все зализано, все чисто, ничем не нуждается. А мы там остановились. Я говорю, как же так? Жил у меня жизнь. А в Сербии приехали. Где у меня тут папка-то? Благодарность покажется. Смотрите. Там разгром полный. Ну, в Сербии. Так мало того. Это нам вообще в Сербии выдали? Да, в Белграде. В Белграде. Вот такая хвалница. Это похвальная грамота. Если будет желание, можете по нашему адресу послать. Вот, какие. Ну, мы давайте еще... Адрес. Давайте адрес общакру. Давайте. Где наш адрес? Нет, ну, если вы сказали, что на сайте... А, нет. Это на сайте. Давайте на одном я напишу. А, нет. Адрес, это же не e-mail. Только в это себе сохраните. Обязательно. Я на эту пометку сделаю. Обязательно. Обязательно. Вот. Россия. Это у вас такое адрес? Да, да, да. Да, город Барнаул. Алтайский край. Былай в Барнауле проездом. Улица Ползунова. 6. Если я сейчас с вами, мы понимаем, это как награда Божия. Вы нас никогда не знали. А уже провожаете как родных. А, Григорьевич. Как вас назвать? Как я ангригурина. Значит, меня Игнатия зовут. Мы поедем. У нас непростая обстановка. Далекое едем. Надо все побережье. Снова у нас главная ставка книги Пересона. Простовскую область. Мы надеемся еще пройти в Скандинавию и Прибалтику. А сейчас после еще двух пойдем на юг Грузии и Армении. И через Чечню может выйти обратно. Просто фантастик. Бог один знает, пронесет нас или нет. Пусть пронесет. В прошлом году мы 240 городовых сел прошли. До Благостокой находки. Мы поедем за нас помолиться, а мы вас будем помнить. Обязательно. Чтобы Господь вас сохранил. Так, мы уже уходим. Нам это... Никогда не пронесет Евреев. Благословляй народ Божий евреев. Бог тебя благословит. Они не так. Они обобрали Березовские. Это запредельно далекое. Близкое то, что человек рядом. Спасибо большое. Не, ну вы знаете, это прямо как... Светло и радостно стало. Потому что есть такие люди, которые вот так вот... Понятно. Но это не сделать без Бога, это шага без злова. Это невозможно. Даже одну книгу, это каждая книга, 750 страниц. Вот отдельно, как работает, допустим, второй том. Это с сектантами, баптисты, святели в голову. Как их обратить к истине? Это все рассказано. Я миссионер. Моя благая сектанты стали православными и стали батюшками. То есть, ну надо это просто полюбить. Вот у меня знакомый один, он еврей. Наумы нравились. Он обратился, стал православным. Сейчас священник православный святок. Война должна быть. Война, но война только одним оружием – любовь. И мы должны показать, что с Богом, со Христом жить очень хорошо. Даже в трудности, в бедности нужно научиться жить интересно, красиво. Я, как выражаюсь, азартно. До свидания. До свидания. Всего доброго. Какая же это девочка? У меня же девочки и собаки все. Кобель. Хороший. Хороший. Он не побегает. Он сейчас выведет, он никого не хронит, ничего. Чит, чит, чит. Ну, ладно, ладно. Мы ложимся ночью спать, где-то в полосах там где-то охрана. Ну, пока я все доброго. До свидания. Приятного аппетита. Продолжение следует...